Вышли утречком прогуляться с Николькой. Небо, смотрите, такое пасмурное. А то, что оно пасмурное, он еще капает же. Вот же все дорожки в капельках. Усиливается. Мы когда вышли, оно так чуть-чуть-чуть-чуть. А сейчас он уже даже видно по лужам. Есть такая чистота в капельках. Ну куда ты, куда? Давай, пошли. Пошли, 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 быстро дорогу переходим. Быстро, быстро, давай, молодец, молодец, молодец. Быстро, 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 быстро. Молодец, умница. Пошли. Выходим на аллейку. Как всегда, озираясь. Что хочу сказать. Мне очень многие мои собачники написали, что у меня приобретитель специальный прибор для отпугивания собак. Он по типу издает звуки. Наверное, определенной чистоты, я так понимаю. И для собак. Неприятные звуки, что как будто бы они отпугиваются. Но у меня другой вопрос. Да, и еще кто-то написал, что не все собаки реагируют. Вот у меня другой вопрос. На каких собак это распространяется? А есть же еще и другой момент. С вами-то тоже рядом собака идет. Ваша. Ну, а как она реагирует на такие звуки? На этот прибор. Вот тоже мне интересно. В общем, вышли. Прогулка у нас. Легкий такой ветерок. Но я посмотрела по прогнозам. Ветерок будет усиливаться. Ну, что-то дождь не показывает. Ну, вот у нас как-то так небо. Видите, такое серое, пасмурное. Ну, такой сильной духоты сейчас я не чувствую. Но когда вот мы вышли из блока, у нас во дворе аж прям духота нависла. Мощно. Страшно прям. Ой, ну хорошо. Вот сейчас прям вот ветерок. Ой, прелесть, прелесть. И пусть он идет дождь. Я только ему буду рада. Прически у меня все равно никакой. Макияж утренний. Так что меня все устраивает. Все равно мы сейчас придем домой. Никоська. Ну, как сейчас. Мы только вышли. Мы час-полтора будем гулять. Придем домой. Позавтракаем. Конечно, сначала помоем лапы. Потом позавтракаем. А потом мы будем заниматься цветами. У меня в садике раздрай. У меня вместо моих цветов растет вонючка. Ты согласна со мной, Матам? Ты почти всегда со мной согласна. Слушайте, там это голубя с подбитым крылом, что ли, с переломным крылом летать не может. Я как вспомню своего голубя, который был у меня во дворе. Кто со мной, давно тебя помнят, да? Эту ситуацию. Блин, горелый. Вот сейчас смотрю по аллейке. Мужчина пошел. У него железная такая палка. Ну, железная. Железка, в общем. В руках. Такая алюминиевая, по-моему. Вот уходит с ней. Не знаю, по какой причине. Не знаю, делает гимнастику. Не знаю, отмахивается от собак. Потому что всякое может быть. Вот. Я еще про что хотела тоже сказать. Опять-таки писали, зачем люди ходят в кульке с камнями. Лучше пусть с едой ходят. Ну, вы понимаете, как бы с едой ходить не напасешься, я вам честно скажу. А во-вторых, покормишь собаку бродячую, так она за тобой же увяжется. Вы же знаете. И не отгонишь от себя. Увяжется. Вот люди, наверное, так и отбиваются. А еще, знаете, такая ситуация была. У меня папа, ну, когда они до переезда, да, в Кусары, когда жили в Баку. Родители жили в третьем микрорайоне. Нас бакинцы знают. Третий, четвертый микрорайон. Их разделяет дорога. Ведущая к метро, этот, этот, мемораджами. Ой, нет, что я сказала? А какое это было метро? Подождите. Наверх. Это какое было метро? А, нет, мемораджами. Я забыла, представляете? Ой, забыла. От Нахалстрой поднималась дорога. Что это за метро было? Ну, в общем, по левую сторону был третий микрорайон, по правую четвертый микрорайон. Вот родители у меня жили в третьем микрорайоне. А как раз на стороне четвертого микрорайона был парк такой хороший. Его реконструировали, и туда выходили на пробежку люди до утром. И у меня папа тоже постоянно туда на пробежку выходил. И один раз он, мама говорит, что он возвращается. Она говорит, только вроде вышел, но у него обычно пробежка была минут сорок, около часа, да, он в парке. Она говорит, только вышла, смотрю, возвращается, возвращается и всего трясет. Она говорит, что случилось, что случилось? Он говорит, ты представляешь, я только дохожу до парка, и вдруг я вижу это, ну, машина скорой помощи уже. Никой, снизь я туда. Иди сюда. Уся, иди сюда, говорю, быстро поднимись. Да, там телеграмма. Он говорит, только дохожу до парка, и там уже, говорит, не то машина скорой помощи, он сказал, не то милиция или что-то. Говорит, и человек лежит разодранный собаками. И папа говорит, что я, говорит, подошел, и я, говорит, узнал, я с ним каждое утро бегал в этом парке. Он говорит, в общем, это шок для меня. Там свора собак на него напала. Он, видать, вышел раньше времени. Ну, или как, знаете, бывает, ну, вот так вот, в кавычках, повезло, да? И его разодрали собаки. Ну, вы знаете, конечно, животных жалко, собак жалко. Но, с другой стороны, от бродячих собак-то и люди тоже страдают. А еще в воскресенье народу мало. Есть все-таки те, кто отдыхают. Так замечательно, между прочим. Когда народу мало, и Никольке мало, на кого надо орать. Она же меня любит покричать по скандали. Засранистая моя. Я ж любопытная, мне ж все надо. Вы видите эту конструкцию на втором этаже? Это когда тебе места не хватает на балконе. Ну, или ты просто не хочешь его занимать. Сделал такой вывод, смотрите, на балках. Уложил туда ламбрин. Да, ламбрин он называется. Вот и там корзинка с чем-то. Голь на выдумке хитра. Все правильно. Но при этом же, вроде как, никому не мешает. Да и, собственно, никак особо и не портится картина. Стоит такая очень даже цивильная корзинка. Современная. Как-то так. Смотрите, как. Зачистил, зачистил. Ух-та, ух-та, ух-та. Смотрите, как набирает обороты. Дорожки уже мокнут. Как классно. Давай, Николься. В направлении к дому, давай. Ух ты. О! Посмотрите, как. Вот это да. Вот это летний дождик. Вот это кайф. Правда, после него потом будет очень душно. Но такой кайф. Обалдеть. Ой, я прям удовольствие получаю. Это под дождиком. Вам слышно, да, как он бьет по листьям деревьев? По асфальту. Уже на торец дома так. Весь это в горошек. Природа свои краски рисует. У всего свои краски, а природа задает свои. И побежали лужи, побежали. А Николька-то уже вся, ну, все, смотрите, все, лапы черные. Хоть и ее купай сейчас. Скорее всего, опять она меня запутала. Маленькая жопка. Что, Никося, придется теперь тебя купать, наверное? Я не знаю. Мы съем лапок. Мне кажется, уже не отделаешься, а? Такая сладкая. Жопка маленькая. Всю разинскую грязь уже на себя насобирала, Николя. Вы знаете, сейчас эта духота все-таки наступает. Я смотрю так. Зато как приятно. Растениям, деревьям. Ну, у меня там тоже как раз все польется. Я хоть вчера перед сном тоже поливала. Ну, я в основном точечно. А сейчас у меня, наверное, там почти все будет полито. И дворик будет свежий такой. О, на балкончике позавтракаем. Позавтракаем, дай бог, с вами на балкончике. А потом займемся дворовыми делами. Да, Николька? Ты где? Ты тут? Вот это то самое растение, которое сначала обалденный аромат. Цветочки так и зредко где-то еще остались. И все равно, знаете, несмотря на то, что их мало, а все равно аромат присутствует. А это похоже на листья клубники. Хотя я могу и ошибаться. Пошли, Буся. Пошли. Идем. Получаем удовольствие. Общаемся с природой. Да? Козявка. Убежали, убежали. Да, вот так. Это у нас уже с Никольной начались игры. Вот так вот. У нас периодически обязательно должен быть участок, где мы с ней как сумасшедшие бегаем. Да. А я. Ой, Буся. Николька, Николька. А тебе-то что? Тебе уже все равно. Ты уже как кошка мокрая. Побежали. Побежали, побежали. Побежали. Давай, давай, давай. Вот так вот мы. Мы обязательно какое-то расстояние с ней бегаем. Да, сейчас я телефон выключу, дальше побежим. Да, да, да. Она меня это призывает, чтобы я с ней бежала. Видите? Давай, говорит, двигайся. А ну-ка, не надо. Как здесь у меня есть? Что-то такое? Фу, что такое? Что за вонь? Фифа какая. Ух ты. Посмотрите. Утренние дождливые улочки Разина. Фух, Николя. Буду тебя купать точно. Иди покажу, какая ты. Не-не-не, сбоку я. Да. Борода тоже грязная. Кустики, которые я обворовывала, этой черной красавице. У меня, кстати, тоже зацветает два кустика. По вечерам. Но так слабенько. Смотрите, как они здесь сделали себе. Огородили такой типа маленького палисадничка. Что хорошо. И кланяться сюда не будут растюшки. А то они прям на дорогу кланялись. Молодец. Здесь одна женщина. Ну, может быть, моего возраста. Может быть, нет. Скорее всего, моложе. Вот она ухаживает. Они, по-моему, с мамой, что ли, живут здесь. Она ухаживает за этими цветами. Вот молодцы. Очень даже симпатичный палисадничек получился. Вот мне, наверное, по периметру что-то нужно. Ну, проблема, знаете, в чем заключается? В том, что у меня же сосны, да, у меня столько мусора. Мне легче убирать это пространство, когда оно открыто. А если будет вот такой заборчик, я просто замучаюсь. Нереально замучаюсь. А еще есть у меня добрые соседи. Вежливые и воспитанные. Ну, вот. А мы уже дома. Я надеялась, что у меня дворик прям прольется, прольется. Нет, он был не настолько сильный, чтобы пробить сосны. Ну, эта сторона как-то, да, а та сторона отступает. Вот. А это у меня, это привет соседи, да. Вы же знаете, про что я и говорю. Это у меня соседское добро. Ну, а что делать? Это у меня птичье добро. Ну, птицы, ладно. Вот у меня соседское добро. У них нет мусорного ведра. Там валяется. Вот поэтому я не могу оградить вот этот участок. Потому что мне в нем приходится копаться очень много. А если будет у меня бордюрчик, мне будет это делать очень сложно. Ну, приходится смириться. Приходится, точнее, мириться с тем, что есть. Слушайте, у меня эта роза. Смотрите. Опять начинает. Я сейчас стараюсь ей душик не создавать. Ну, по крайней мере, если и делаю это, то очень-очень далеко-далеко находясь. Еще вот. Видите? Еще вот. Уйди от него. Еще вот. Никося, ты не смей меня, прекрати. Не смей этого делать. Лохматая, грязная. Давай. Завтракай. Вот, да. Есть у тебя еда. Давай завтракай. У меня тоже завтрак. Покажу, что у меня на завтрак. Так. Заваривается. Настаивается чай. С гвоздичкой. Азарчай. Ложка меда. Здесь у меня листья, два листика салата и базилик. Намазала один хлебец стольной икрой. И такая вот красота. Одна сосиска поджаренная, залитая одним яйцом, взбитым с молочком. И сверху припорошила зеленью. И вот такой у меня вкуснющий будет завтрак. Всем приятного аппетита. И мне, естественно, тоже. Пусть пища идет нам на здоровье. Приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. Вот так. После сытного завтрака, намазав руки кремом, надев перчатки и вооружившись секатором, я, естественно, пойду по периметру. Сначала хочу избавить от старых листьев и уже увядших цветочков герань. Ну, потому что ей нужно дать возможность подышать, вдохнуть, скажем так, в новую жизнь. Ну, а потом уже буду собирать мусор. И пока я буду заниматься обрезкой, я хочу сказать следующее. Дело в том, что когда я заговорила о том, что мне нужно подумать, как быть дальше, потому что на самом деле не очень выгодно вести канал, а тут мне приходит такой комментарий, где меня стыдят за то, что как же так, мы же вроде подруги, а вы хотите из-за денег нас бросить. Я сказала, так, хорошо, я поняла, сделаю выводы. Выводы я сделала, действия тоже определенные предприняла. Заключаются они в том, что я открыла новый канал, исключительно Азербайджаноязычный канал. И сейчас позволение своей русской языковой публике я хочу обратиться к своим Азербайджаноязычным зрителям и подписчикам. Я хочу объяснить, почему я, зрителям из Азербайджана, обратилась именно на азербайджанский языке, хотя, казалось бы, они сидят на русскоязычном канале. Дело в том, что в качестве зрителей и в качестве подписчиков из Азербайджана у меня есть как хорошо говорящие на русском языке, так и те, кто, ну, как бы середины наполовину. И именно для таких зрителей я и обратилась на азербайджанском языке, потому что эти люди воспринимают мои ролики исключительно как картинку. Ну, наверное, что-то их зацепило, что-то им нравится, и они сидят на моем канале, многое не понимают. Они об этом, кстати, мне и пишут в комментариях. Так что я обратилась поэтому именно на азербайджанском языке, а вам спасибо за понимание. Ну что, суть до дела. А по цветам я уже прошлась, освободила их от всяких зарослей. Очень много у меня там вот этой самой вонючки понаросло, я ее все повыдергивала, от старых листиков избавила все свои растюжки. Теперь они пусть дышат свободно и легко, а я тем временем, ну, то есть я еще и успела и мусор такой большой достаточно собрать. Ну, а теперь соберу уже что-то там по мелочи, всякое, что набежало. Ну, иголочки, там вообще пылюка всякая. Здесь хочу ответить на один вопрос, который пришел вот в этом комментарии. Я теперь внимательно прослушала о вашем построенении и вопрос. Вы не хотите кушать после легкого ужина? Если хотите, как справляетесь с чувством голода? Скажу так, сначала было очень сложно, но я для себя выработала следующую схему. Я ужинаю в 6, ну, до 7, самое позже, а потом просто с Николькой выхожу гулять. Это очень важно, потому что я понимаю, что, во-первых, растрясу все, что я поела. Во-вторых, я гуляю с ней час-полтора, ну, в принципе, когда-как, иногда бывает так, что даже меньше часа. В зависимости от того, какая сейчас, насколько душная погода, скажем, потому что лето все-таки, а у нас бывает такая страшная духота. И приходим мы домой, у нас остаются силы, по крайней мере, у меня остаются силы на то, чтобы Никольке помыть лапы, привести ее к такому, к ночному виду. Сама себя тоже привожу в порядок, принимаю душ, чищу зубы, поухаживаю за лицом, проходит еще какое-то время. Меня уже тянет ко сну, я просто выпиваю стакан или полстакана воды и иду ложиться спать. То есть я тем самым хочу вам сказать, что делаю все, чтобы не заходить на кухню. Во-первых, я после ужина обязательно перемываю кухню, чтобы там, не дай бог, не пахло едой. Выношу всегда мусор, когда с Николькой выхожу гулять, и все, кухня для меня закрыта. А все остальное я уже рассказала. Таким образом я воспитала в себе, вот скажем так, этот характер, нет, ну как бы эту привычку, вот. И эта привычка теперь хорошо работает. Еще должна заметить, что очень важно ложиться всегда в одно и то же время. И самое главное высыпаться. Я тоже приучила себя ложиться в 10, в 11, я уже независимо от себя закрываю глаза и ухожу в сон. Поэтому и просыпаюсь очень рано. Я просыпаюсь в 5, пол шестого. Иногда бывает так, что пол пятого у меня уже глаза открываются и заснуть я не могу. И тогда я просто себя поднимаю с кровати, выхожу на балкон, пью водички. Начинаю делать какие-то гимнастические легкие упражнения. Гуляю просто по двору. Правда, бывает еще темно и мало что видно, а так бы, конечно, занялась и цветочками. Ну вот пока я с вами общалась, выполнила работу по дворику и балкону, как приятно вот так в компании хороших людей что-то делать по дому, мотивироваться самой и вас мотивировать. А это те самые обрезки герани, которые я просто поставлю на стол. Они будут играть роль букетика, но при этом они немного там поживут. А потом уже вместе с вами будем сажать их в землю. Ну а на этом все. Я рада, что вы нашли время и взглянули в гости на мой канал. И мы хорошо так с вами пообщались. Я в очередной раз ответила на какие-то вопросы. Желаю вам всех крепкого здоровья, всех благ, мир вашему дому. Пусть все у вас будет хорошо, а с каждым днем все лучше и лучше. Ну и как всегда с вами были ваши подруги из Бакуя Рубия, ваша двухногая подруга и четырехлапая более любимая подруга Николь. Всех крепко обняла, всем пока-пока!